Сегодня в Госдуме впервые отказались Слушать отчет министра Доклад главы Минэкономразвития Максима Орешкина Прервал спикер Вячеслав Володин Хочется от вас услышать Что делает министерство Для того, чтобы наша экономика развивалась Не рассказ в общем Министр Орешкин пытался парировать Что конкретно делается Я в своем выступлении говорил О конкретных шагах По улучшению общей инвестиционной картины Мы на следующей неделе Расширенное заседание комитета Проводим по обороне И в его работе будет участвовать Министр обороны Российской Федерации Вот этот формат можно взять и использовать После этого главу Минэкономразвития Попросили лучше подготовиться И прийти в следующий раз Уходил министр из Госдумы Явно с тяжелой думой Пока многие обсуждают пикантную ситуацию Возникшую во взаимоотношениях Володина и Орешкина Госдура на пленарном заседании Одобрила в третьем и окончательном чтении Резонансные законопроекты Сенатора Андрея Клишаса Ограничивающие свободу слова в интернете Как вы это представляете? То есть дежурные лингвисты, художники, филологи Сидят рядом с генеральным прокурором И его заместителем И круглосуточно мониторят сети Для того, чтобы вовремя заблокировать По факту мелкого хулиганства Некоторые депутаты обратили внимание На опасность самих законопроектов Законопроект не только затрагивает свободу слова И право на критику власти Но и походит на репрессивные инициативы Мы помним, как в свое время Собственно, была фактически Давайте называть вещи своими именами Легализована Тотальная слежка за гражданами Благодаря пакету законов Уважаемые коллеги Яровой и коллеги Озерова Мы помним, как точно так же Были приняты ряд других ограничительных мер Вот сейчас, пожалуйста, уже добрались Просто до выражения мнения Мне кажется, это очень опасная тенденция Говорящая о том, что свободы в нашем государстве Начинают очень быстро заканчиваться По большому счету, это довольно репрессивные инициативы Истинным мотивом введения которых Является желание правящего класса Сохранить свое господство Несмотря на протесты некоторых депутатов Законопроект также был принят в первом чтении Члены Совета Федерации Андрей Клишас, Людмила Бокова И депутат Госдумы Дмитрий Вяткин Внесли пакет законопроектов Об изменениях федерального закона Об информации в декабре прошлого года Законопроекты подвергались критике Со стороны Генпрокуратуры Министерства юстиции Роскомнадзора и Минкомсвязи Из-за размытых формулировок И широкой трактовки закона Вчера Совет Госдумы объявил Что глава Комитета по законодательству Совета Федерации Андрей Клишас Должен сам представить на первом чтении Свои законопроекты Тем не менее, сенатор на сегодняшнее заседание Не явился, сославшись на плановую командировку Андрей Клишас известен своей законотворческой деятельностью С 2012 года он стал соавтором более 90 законопроектов В 2014 году он предлагал Ужесточить наказание за нарушение правил проведения публичных мероприятий А в 2016 за надругательство над гимном России С 2017 года Клишас активно занимается Совершенствованием законодательства об иностранных агентах Выступивший в ходе обсуждений депутат Куринны не исключил Что Клишас сам может стать жертвой своих законопроектов Уважаемые коллеги, ну что самое интересное Под действием этого закона может попасть в определенной мере и сам автор Господин Клишас со своими высказываниями в отношении Государственной Думы Его можно будет час на 15 суток запереть в его далеком северном городе Вот в соответствии с этим самым законом Посмотрите, какая красота дух захватывает Мы подлетаем к швейцарской даче российского сенатора Клишаса Да, настоящий фанат Путина должен жить только так И человек, который пишет эти законы Свихнувшийся от ощущения собственной значимости жулик Помешанный на недвижимости В часах, шубах и собаках Я надеюсь, но он хотя бы из собак своих шубы не делает У него незадекларированная земля в Швейцарии и Подмосковье У него незадекларированный майбах Все признаки указывают на то, что у него тайный офшор Он непосредственно организовал самые гнусные и воровские махинации В ходе приватизации 90-х И это чучело теперь требует, чтобы мы к нему проявляли уважение Под угрозой штрафа и ареста Информация, которая в неприличной и оскорбляющей человеческое достоинство форме Выражает явное неуважение к обществу, государству, символам, конституции и органам госвласти Будет блокироваться во внесудебном порядке Решение должен принять генпрокурор или его заместители Которые направляют соответствующий запрос в Роскомнадзор В народе именуемый Роскомпозором РКН, в свою очередь, даст сутки на удаление противоправной информации И заблокирует сайт в случае, если он не выполнит требования Они чувствуют, что у них ничего не получается Они чувствуют, что земля из-под ног уходит Они чувствуют, что их вообще все презирают На самом деле или ненавидят Где-то в этом интервале это все находится И они пытаются таким образом заставить людей их уважать Говорить то, что надо и так далее Но они не смогут этого сделать Потому что при вот такой глобальной абсолютной неудаче Непрофессионализме и так далее, с которым они работают Заставить людей молчать можно только серьезными репрессиями Вот, если расстреливать, то многие будут молчать Но у них кончились патроны, они не могут этого сделать Лица, разместившие неуважительное к власти сведения Наказываются штрафами В изначальной версии проекта они составляли от 1000 до 5000 рублей Однако ко второму чтению Комитет Госдумы по информационной политике и по госстроительству Решил увеличить их в 5, а то и 20 раз До 30, 100 тысяч за первое нарушение И 100, 300 тысяч за повторное При этом сохраняется альтернативный вариант наказания В виде ареста на 15 суток Под блокировку также попадают ресурсы, разместившие якобы фейковые новости Под этим термином понимается заведомо недостоверная Общественно значимая информация Которая создает угрозу жизни или здоровью граждан Имуществу Либо может повлечь массовые нарушения общественного порядка Или помешать работе объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры Включая кредитные организации То есть банки Определять достоверность или недостоверность публикаций Также будет не суд, а генпрокурор Либо его заместители Напиши теперь, попробуй, что рубль рухнет Или там, не знаю, электричество подорожало И скоро граждане платить за него откажутся Все, угроза Вот поэтому я и говорю Этот закон, как никакой другой Нас приближает к тотальной цензуре Дает в руки чиновников Какую-то невероятную Невероятного размера дубинку Которая может любой Диджитальная Диджитальная Ничего хорошего в этом законе нет Мы с вами понимаем Дело не в законах Принимать можно все, что угодно А дело в том, как это исполняется Просто будут выдергивать Удобные дела В этом же проблема Подгонять закон Под, соответственно, тех людей И тех людей под закон Когда это просто необходимо Когда кто-то решил, что Не нравится нам Вася Вот этот, который публикует То, что, в общем, противоречит нашим интересам Вот, пожалуйста, статья И сразу же тюрьма Вот это опасно Вот это страшно Сенатор Клишес Мы показываем фотографии Смотрим на его часы И сравниваем с ценами В официальных магазинах Но Давайте я поставлю себя на позицию Роскомнадзора Скажу Ну, Навальный Ты там что-то какие-то мутные картинки Показываешь одни Сравниваешь с другими мутными картинками А разве есть у тебя чек из магазина? Доказательством является чек из магазина И должно же быть написано Клишес Что вот Клишес Вернее, справка Дана Навальному Алексею Что я, сенатор Клишес Купил себе 32 пары часов И каждый из них стоит не меньше 15 миллионов рублей Есть у тебя такая справка? А что ты тогда пишешь в интернете? Это фейк-ньюс Вы не думайте, что я преувеличиваю Потому что я-то как раз отлично знаю Со мной судятся Ну, раньше судили Сейчас и судиться не надо Сейчас блокируешь и все Вот таким вещам постоянно И когда какой-нибудь единорос невера В чью гигантскую дачу мы показываем Дача эта оформлена на тещу, как вы помните Он пришел и говорит Ну, моя теща накопила Несколько сот миллионов рублей Моя теща продала двушку Дословно, не упревеличиваю Продала двушку в Новокузнецке А потом еще подкопила И построила это все великолепие Докажи, что это не так Порядок блокировки будет строже Если сетевыми СМИ Роскомнадзор Хотя бы предложит самим Незамедлительно удалить Заведомо ложное сообщение В случае невыполнения страницы С этим контентом Будет опять же Незамедлительно заблокировано То остальные интернет-ресурсы Включая аккаунты Обычных пользователей соцсетей Будут заблокированы Без предупреждения Как это происходит сейчас Например, с призывами К несанкционированным Публичным акциям Если вы хотите Чтобы про вас не писали ничего Или говорили только хорошее Действуйте по пословице Умрите И тогда про вас ни слова не скажут А в противном случае Пока мы живы И что-то делаем Российские граждане Имеют право нас критиковать И высказывать неуважение В любой форме Спасибо К традиционным СМИ Печать, телевидение И радио То есть к сливным бачкам Эти требования Не относятся Они, как и новостейные агрегаторы Выведены Из-под действия поправок Голос Америки Спрашивает У армянского радио А правда, что зарплата Советского инженера 120 рублей На что армянское радио После трехдневной паузы Отвечает А у вас негров линчуют Вот так и здесь Знаешь Говорит, Тихон Тут у нас цензура тотальная Намечается А ты мне фейкни Устрам Твиттер Гугл Вот это все И Россия впереди Планеты всей Странная логика За распространение фейковых новостей Не повлекшие тяжелых последствий Граждане заплатят от 30 до 100 тысяч рублей Вместо первоначальных Трех-пяти тысяч А должностные лица От 60 до 200 тысяч рублей Было 30-50 тысяч Есть подозрение Обоснованное Что мы имеем дело С таким лукавством С лукавым Объяснением Ну как то, например Которое предлагалось Когда принимали закон О неправительственных Организациях Об оскорблении чувств Верующих Пресловутых Об экстремизме О репостах И так далее Все это направлено Против независимых Негосударственных Сайтов Газет Изданий И просто площадок Причем, как мы с вами понимаем Тот факт, что Та или иная площадка Может находиться За границей Для российского правосудия Помехой не станет Если же эти действия Приведут к гибели людей Массовым нарушениям порядка Или прекращению работы Важных объектов То максимальная сумма штрафа Составит 400 тысяч рублей Для граждан 900 тысяч Для должностных лиц И полтора миллиона Для юрлиц Теперь законы Клишаса Направляются В Совет Федерации А после одобрения На подпись К Путину Что касается Ответственности За Там За поругание флага Других символов государства Практически Во всех странах Это есть Нужно с уважением Относиться К своей стране И есть Правила Которые нужно Соблюдать везде Если есть ответственность Вне интернета Она должна быть В интернете Чем отличается Поведение В интернете От того Что за границами Интернета Это тоже общество Тем более интернет Проник во все сферы Нашей жизни Поэтому ничего Здесь особенного Я не вижу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok